Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика и его полупроводниковым расцепителем МРТ-2 я и расскажу вам в сегодняшнем видео. А также настрою все необходимые уставки и произведу прогрузку данного автомата. Итак, поехали! Произведу расшифровку полного обозначения автомата. То есть ВА-5341-340010. ВА расшифровывается как вид аппарата. 53 серия, 41 это номинальный ток до 1000 А. Троечка, это значит трехполюсный. Четверка, это полупроводниковый расцепитель МРТ-2 для защиты от токов перегрузок и короткого замыкания. Далее, два нуля. Это означает отсутствие электромагнитного привода, расцепителя нулевого напряжения РНН, независимого расцепителя РНН и вспомогательных блок-контактов КСА. Так, единичка означает, что у него ручной привод. Сам он стационарного исполнения. Так, и остался у нас последний нолик. Это значит, что дополнительные механизмы у данного автомата отсутствуют. В общем, это обычный автомат промышленного назначения, стационарного исполнения с ручным приводом. Он не имеет электромагнитного привода, он не имеет расцепителей нулевого напряжения, он не имеет независимого расцепителя, у него нет вспомогательных блок-контактов КСА и каких-либо дополнительных механизмов. Самый обычный простой автомат с ручным приводом. Вкратце про технические характеристики. Номинальный ток 1000 А, 55 кА это предельная коммутационная способность, ударный ток при напряжении 380 В. Степень защиты корпуса ИП-20, температура эксплуатации от минус 50 до 40 градусов, до плюс 40 градусов. Ну, при некоторых условиях его можно эксплуатировать вплоть до 50 или до плюс 55 градусов. Ну, вот, как видите, это достаточно такой габаритный автомат, вес которого составляет порядка 28 килограмм. Автоматический выключатель ВА-5341 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при возникновении перегрузок или коротких замыканий в сетях переменного напряжения до 660 В и в цепях постоянного напряжения до 440 В, а также для нечастой коммутации до 30 раз в сутки. На нашем предприятии данные автоматы также очень распространены, но чаще всего у нас все же встречаются модификации с электромагнитным приводом, в особенности на вводах и межсекционных выключателях. Кстати, про автоматы с электромагнитным приводом я не так давно упоминал в своем видеоролике про АВР на два ввода с реле контроля фаз без контакторов. То есть там именно были применены автоматы с электромагнитным приводом. Как и большинство других автоматов, данный автомат состоит из пластиковой корпуса, контактной системы, механизма управления, максимальных расцепителей тока МРТ, дугогасительных камер, искорогасителя и выводов для присоединения внешних проводников главной цепи автомата. Вот так выглядит блок управления полупроводниковым расцепителем МРТ-2. Полупроводниковый расцепитель состоит из блока управления, трансформаторов тока в каждом полюсе и исполнительного элемента в виде электромагнита. По схеме он обозначен как К1. При возникновении в цепи тока превышающего уставку срабатывания перегруза или короткого замыкания полупроводниковый расцепитель выдает сигнал на срабатывание исполнительного элемента в виде электромагнита, который в свою очередь воздействует на механизм управления и автомат при этом отключается. Как видите, на лицевой стороне блока управления имеется множество регулировок, с которыми я сейчас вас по порядку ознакомлю. Но сначала проясним одну деталь. Дело в том, что для выбора того или иного параметра автомата используются вот такие переключатели. Которые вставляются в соответствующие разъемы. Вот переключатель. Вот, 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 вот. Вот. Эти переключатели, значит, вставляются в соответствующие разъемы. Но скажу по своему опыту, что взглянув впервые на эти переключатели, на этот блок управления Мне было непонятно, каким именно образом их необходимо устанавливать В чем же заключается сложность? Сложность заключается в том, что каждый переключатель имеет выступающую часть и утопленную Но при этом на расположенных рядом изображениях с их настройкой указаны белые и черные клеточки Ну вот, например, вверху три клеточки белых и внизу три черных Так вот, белая клеточка соответствует выступающей части переключателя А черная утопленной Но это еще не весь фокус В инструкции по эксплуатацию эти самые клеточки изображены в противоположных цветах То есть белая клеточка соответствует утопленной части переключателя, а черная выступающей На автомате, получается, используются одни цвета, а в инструкции другие Так что имейте это в виду, чтобы не ошибиться И зачем только производитель так все усложнил? Нельзя что-либо сделать хотя бы в одних цветах И они приходят к нам в лабораторию на прогрузку 1-2 вывод это полюс, левый полюс 3-4 вывод средний полюс, 5-6 это правый полюс Измеренное сопротивление должно находиться в пределах от 50 до 450 Ом В зависимости от выставленной уставки И при этом расхождение измеренных величин по полюсам не должно отличаться более чем на 10% Также помимо измерения сопротивления токовых цепей С помощью вилки можно проверить защиту от короткого замыкания или перегруза Но лично мне ни разу не приходилось проверять автоматы с помощью этой самой вилки Поэтому все подобные автоматы с такими блоками МРТ, МРТ-1, МРТ-2, МРТ-4, МРТ-6, МРТ-8 Но в основном МРТ-1 и МРТ-2 идут Мне приходится всегда прогружать первичным током Благо мне позволяет это сделать имеющаяся лаборатория электрооборудования То есть испытательные устройства и приборы Поэтому способ проверки полупроводникового расцепителя с помощью вилки Я с вашего позволения упущу Если вам это интересно, то можете найти и прочитать об этом самостоятельно В инструкции по эксплуатации к данному автомату Чтобы не мучиться с вилками и не запоминать нумерацию выводов для тех или иных проверок Можно воспользоваться и заказать уже готовые сервисные блоки проверки функционирования рассыпителя Сокращенно БПФР БПФР-1-4 это для автоматов переменного тока И БПФР-6-9 для постоянного тока Начнем с номинального тока рассыпителя Номинальный ток рассыпителя ИР Можно отрегулировать в пределах от 0,4 до 1,1 от номинального тока автомата А у автоматов с номинальным током 1000 А В пределах от 0,4 до 1 Согласитесь, что предел регулирования получается достаточно широкий И в нашем случае номинальный ток рассыпителя можно изменять в пределах от 400 до 1000 А Это очень удобно и гибко получается То есть установили один автомат, а можно использовать любой необходимый для этого номинальный ток Регулировка номинального тока рассыпителя осуществляется с помощью перемычек Вот этих, вернее переключателей Согласно указанных слева обозначений В моем примере номинальный ток рассыпителя должен составлять 1000 А А значит мне нужно установить переключатели ER Вот эти вот переключатели Согласно предпоследнему обозначению сверху То есть следующим образом Еще раз напомню, что белая клеточка это выступающая часть переключателя А черная утопленная То есть нам надо, чтобы вверху у нас было в верхнем ряду Две выступающие части и одна утопленная То есть поставим Все готово То есть сейчас у нас номинальный ток рассыпителя составляет 1000 А Так, идем далее Защита от перегруза P С помощью перемычки P необходимо включить защиту от перегруза Если выступающая часть переключателя находится слева То защита включена, как в данном случае Если справа, то отключена Уставка по току срабатывания перегруза составляет 1,25 от номинального тока рассыпителя ER То есть для нашего примера это величина 1250 А Разброс параметров находится в пределах от 1,15 до 1,35 от номинального тока рассыпителя А значит ток срабатывания перегруза по факту находится в пределах от 1150 А до 1350 А Время срабатывания перегруза при конкретном токе определяется по кривой время токовой характеристики в зоне перегрузки Но форму кривой время токовой характеристики в зоне перегрузки можно изменить с помощью переключателей ТП Которые привязаны к 6-кратному току от номинального тока рассыпителя ER По сути это фиксированное время, за которое автомат отключится при токе 6-кратном от номинального тока рассыпителя ER Всего имеется 4 положения переключателей ТП 4, 8, 12 и 16 секунд Которые устанавливаются аналогичным образом по соответствующим обозначениям В итоге форма кривой ВТХ в зоне перегрузки может иметь 4 вида Красный цвет это 4 секунды Зеленый 8 секунд Синий 12 секунд Оранжевый 16 секунд При 6-кратном токе от номинального тока рассыпителя ER Время срабатывания автомата составит 4 секунды Это красная кривая Разброс будет составлять от 3,2 до 4,8 секунды 8 секунд Зеленая кривая Разброс будет от 6,4 до 9,6 секунды 12 секунд Синяя кривая Разброс 9,6-14,4 секунды Ну и четвертая точка Это 16 секунд Это оранжевая кривая Разброс 12,8-19,2 секунды Такое изменение кривой зоны перегрузки Позволяет очень гибко настраивать срабатывание автомата При питании электродвигателей Учитывая тяжесть и время их пуска Также эту настройку можно использовать Как дополнительную защиту к основной защите При определенных токах короткого замыкания Кстати, точка 6-кратного тока от номинального тока рассыпителя ER Взято здесь не случайно Ведь пусковой ток двигателя Чаще всего имеет стандартное 5-7-кратное значение от номинального тока А значит подобрать тип кривой под тот или иной двигатель Учитывая условия его пуска Не составит особого труда В моем примере автомат является вводным А в качестве нагрузки как раз таки используются в основном электродвигатели В связи с этим переключатель ТП Согласно проекта необходимо установить на уставке 16 секунд Кривая ВТХ в зоне перегруза у нас примет следующий вид Все лишнее для наглядности Не касающиеся перегруза я с графиком преднамеренно стер Синими линиями я обозначил 6-кратный ток от номинального тока рассыпителя ER И разбег времени его срабатывания Которое находится в пределах от 12,8 до 19,6 секунд Таким образом перегруз можно проверить Либо на любой уставке по току свыше 1,25 от номинального тока рассыпителя А время определить по графику ВТХ Либо проверить перегруз на уставке 6-кратного тока от номинального тока рассыпителя И при этом защита должна сработать за время от 12,8 до 19,6 секунд Нагрузочного трансформатора с выходным током 6000 А у меня нет А значит проверять перегруз я буду при токе например в 2000 А Согласно ВТХ время его отключения будет находиться в пределах от 120 до 160 секунд Зеленой линии на графике Нагрузочный трансформатор с выходным током 2000 А у меня в электролаборатории есть Но он не способен выдержать ток величиной 2000 А в течение такого длительного времени То есть порядка 160 секунд У меня такого опять же источника мощного нет Поэтому я сделаю следующим образом Выставлю номинальный ток рассыпителя не 1000 А, а 400 А И прогружу, проверю перегруз путем двукратного тока То есть номинальный ток рассыпителя 400, наведу двукратный ток И автомат у нас должен сработать за время 120-160 секунд В общем собрал схему для прогрузки нашего автомата Прогрузку полупроводникового рассыпителя необходимо выполнять отдельно по каждому полюсу Так, из оборудования что? Ну это у нас уже известный вам, вернее, испытательный прибор RETOM 21 И нагрузочный трансформатор RET3000 Я уже о них рассказывал в прошлых своих видео, поэтому сейчас на этом останавливаться не буду Сейчас переставлю переключатели для номинального тока 0,4 кА, ну вернее 400 А И проведу уже непосредственно прогрузку Так, поехали Вот 800 А и идёт время Так, время уже 107 секунд 140 150 Отключился автомат Время составило 150 секунд ровно Так, а теперь давайте ради интереса проверим срабатывание перегруза при 6-кратном токе Настроенном на 16 секунд То есть наведём 6-кратный ток Это у нас 2400 А И посмотрим за сколько сработает расцепитель Как я вам уже говорил Разброс у него параметров будет находиться Разброс по времени будет находиться в следующих пределах От 12,8 секунд до 19,2 секунды Итак, поехали Так, включая, поехали 2400 А 14 секунд 15 Оп Отключился Время составило 16,49 Ток ровно 2400 А Ну или 2,4 кА Отлично Как видите, разброс параметров по времени Практически минимальный Ток ровный 2400 А Ровно 6-кратный Время 16 секунд и 4 десятых Ну, 5 десятых Просто замечательно Так, идём далее И переходим к срабатыванию защиты от короткого замыкания Ток срабатывания Защиты от короткого замыкания К Или ИК Может регулироваться в пределах от 2 до 10 Номинального тока Расцепителя ИР И здесь аналогичным образом Предел регулирования Достаточно широкий И в нашем примере Ток срабатывания от короткого замыкания Можно изменять в пределах От 2000 до 10 000 А Это значительно облегчает задачу По достижению селективности Срабатывания автомата Регулировка уставки Осуществляется аналогичным Способом Путём установки Переключателей Согласно представленных Обозначений Над Под символом К В моём примере Ток срабатывания защиты От короткого замыкания Должен составлять Не помню Согласно проекту 8 000 А А значит мне нужно Установить перемычки ИК Соответствующим образом Как на рисунке Помимо настройки Тока срабатывания Защиты от короткого замыкания Также можно отрегулировать Выдержку времени Его срабатывания С помощью Параметра ТК То есть время При коротком замыкании Оно Настраивается В пределах От 0.1 До 0.4 И осуществляется С помощью переключателей Вот этих переключателей Также можно Отключить данную выдержку Чтобы автомат Отключался мгновенно Это осуществляется Вот этой небольшой Одинарной Одинарным переключателем Который Нужно установить Следующим образом Естественно Что прогрузить автомат Током 8000 А У меня нет возможности Поэтому я сделаю Следующим образом Ну тогда все просто Отключаем Переключатель перегруза Чтобы он у нас Не влиял на отключение Выставляем Уставку Пятикратную И прогружаем Током 2000 А Но это у нас уже будет Как ток От срабатывания От короткого замыкания Перемычку Убираем Ставим ее Наоборот Так А здесь Пять Два выступа Вверху Один внизу Один внизу Два выступа Вверху Внизу Итак Ток 2000 А Проверка Срабатывания Защита От короткого замыкания Поехали Включаю Отключился автомат Время Отключения Составило Так Ток у нас 2000 А 0,32 Время 263,7 Миллисекунд Это получается 0,26 Секунд Вот заодно Проверили и выдержку Времени срабатывания При коротком замыкании Дело в том Что я Забыл Установить Перемычку То есть Вот она стоит Мгновенная Перемычка На Включение Выдержки Поэтому Вот сейчас Стоит 0,2 0,2 Секунды Ну а по факту Получилось 0,263 Теперь я Сделаю Переключу Переключатель На мгновенный И проверим При таком же токе И уже на Какое время Будет Срабатывание Автомата При Мгновенном Расцеплении Взводим Автомат Тяжело Теперь я Вот теперь я Понимаю Преимущества Автомата С электромагнитным Приводом Нажал кнопочку Он взвелся И включился Продолжаем Ток 2000 А Мгновенное Отключение Автомата Поехали Отключился Время У нас Отключение Составило 143 Миллисекунды Притоки 2054 Ампера Данное Данное Время Отключение Вполне Удовлетворяет Требованиям Инструкции По эксплуатации Данного Автомата Дело В том Что Предварительно Я не пропускал Ток Через Автомат Поэтому Время Время Отключение Автомата Составило 014 Секунд Если Предварительно Через автомат Протекает Ток Не менее 07 От Номинального Тока Расцепителя То То Это В нашем Случае 280 Ампер То При Возникновении Тока В 2000 Ампер Автомат Отключится За время 002 Тире 004 Секунды Вот Такой Вот Есть Нюанс Ну Соответственно Проверить Отключение Пропуская Предварительно Ток А потом Резко Скачком Увеличить До 2000 Ампер У меня Нет Таких Возможностей Поэтому Ограничимся Только Этим Испытанием Переключился На Камеру От Телефона Так Как Сокончилась Батарея На Моей Камере На Моем Фотоаппарате Итак Что Еще Хотел Сказать Еще В данном Блоке МРТ2 Имеется Такая Функция Как Защита От Тока Включения Она Обозначается Буквой В У нее Есть Так же Свой Переключатель Который Активирует Либо Отключает То есть Сейчас Выступ Вверх Стоит Напротив Циферки 1 Значит Данная Функция Включена В чем В чем Смысл Этой Функции Этой Защиты Имеется У нас Уставка Тока Короткого Замыкания Она Составляет У нас 2000 Ампер Также Предположим У нас Имеется Некая Выдержка Установлена Например Там 0.4 Секунды При Срабатывании При 2000 Амперах При Токе 2000 Ампер Автомат У нас Отключается За время 0.4 Секунды Так Вот Если Мы Включим Автомат То есть С холодного Состояния И в цепи Возникнет Ток Полуторакратный Оттока Уставки Короткого Замыкания То есть В данном Случа Это 3000 Ампер То Автомат Отключится Без Выдержки Времени Без Выдержки 0.4 Секунды То есть Отключится За время Не более 0.1 Секунды Ну На этом Наверное Я Про Уставки Закончу Ну Добавлю Еще Сюда Следующее В настоящее Время Идет Переход С блоков МРТ На блоки Нового Поколения МРТ-МП Построенные На базе Микроконтроллеров И Отличающихся Более Удобной Настройкой Регулировкой И Информативностью На Новых Блоках Также Сделаны Более Удобные Регулировки А Также Имеются Индикаторы Срабатывания Той Или Иной Защиты Это Очень Удобно Ну Только Опять же Не нужно Забывать Чтобы Работала Эта Индикация Ее Нужно Отдельно Запитывать От Стороннего Источника Как Вы Уже Заметили При Срабатывании Защит Хоть Перегруза Хоть От Короткого Замыкания Хоть От Тока Включения Мы По сути Не знаем От Какой Все Таки Защиты Отключился Данный Автомат Поэтому Опять же Преимущество Новых Блоках Новых Блоков МРТ МП Явно Налицо Но Тем не менее Блоки МРТ Как В данном Случае МРТ 2 Также Есть Блоки МРТ 1 МРТ 4 МРТ 6 МРТ 8 Много Где Еще Применяются И По Большому Счету Принципиально Не Отличаются От Блоков Нового Поколения И В заключении Видео Хотел Бы Еще Рассказать Про Преимущество Полупроводниковых Блоков Вернее Полупроводниковых Расцепителей Ну Как Вы Уже Успели Заметить Это Широкий Спектр Регулирования Номинального Тока Расцепителя То Есть От 0.4 До 1.1 Также Имеется Возможность Изменять Куртизну Кривой Время Токовых Характеристики То есть Под Конкретные Условия Электроснабжения Под Конкретных Электроприемников Также Имеется Широкий Выбор Испектор Настройки Настройки Уставок От защиты От токов Короткого Замыкания Также Имеется Возможность Установить Выдержку Времени При Срабатывании От Защиты Короткого Замыкания То То есть Данный Автомат В особенности Когда он Установлен На Вводе В любом Случае Для более Селективной Работы Необходима Ему Выдержка Потому что Ниже Стоящий Автомат Может быть Примерно Такого Номинала Но Только Чуть Меньше И При Больших Токах Короткого Замыкания Они Могут Сработать Оба А Естественно Что Если На Вводе Сработает Автомат При Коротком Замыкании На Отходящей Линии То Это Не Совсем Гуд Потому что Потеряют Питание И Обесточатся Другие Потребители Питающиеся С Данной Секции Поэтому Всегда Здесь На Устанавливается Определенная Выдержка Времени А Уже На Отходящих Автоматах Защита От Короткого Замыкания Выстраивается По Мгновенному Отключению То есть Без Выдержки Времени Также Полупроводниковый Расцепитель Особо Не Привязан К Температуре Окружающего Воздуха Окружающей Среды И Это Очень Важно Особенно При Использовании Автомата В каких Высокотемпературных Сборках В производстве В технологии И тому Подобное То есть У него Минимум Влияния Окружающей Среды На Его Номинальные Токи На его Уставки То есть Уставки Независимо От температуры Окружающего Окружающей Среды Практически Не Изменяются В отличие От тех От тепловых Расцепителей Про которые Я вам Уже Неоднократно Рассказывал Где Необходимо Вносить Коэффициент Поправки То есть Вернее Поправочный Коэффициент Для Поправки Номинального Тока И Уставок Теплового Расцепителя В зависимости От изменений Его Температуры Вернее Температуры Окружающей Среды Ну а я Подобным Же образом Проверю Оставшиеся Два Полюса Данного Автомата Затем На нем Выставлю Все необходимые Уставки Согласно Проекта Закрою Защитную Крышку И в принципе С этим Автоматом У нас Все Дальше Приступлю Проверки И прогрузки Остальных Автоматов Подобного Типа Оп Отключился Оп Отключился Оп Оп На этом Пожалуй Все Всем спасибо За внимание Кому понравилось Видео Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Если возникли Какие либо вопросы По данной теме Или есть что добавить По данной теме Видеоролика То к вашим услугам Форма комментариев Ну и с вами Как всегда Был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч